Иван Соколов-Микитов. Русский лес. Зимой и летом, осенью и весною, хорош русский лес. В тихий день выйдешь, бывало, в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Глубокие, чистые лежат под деревьями сугробы. Над лесными тропинками, кружевными белыми арками, согнулись под тяжестью инея стволы молодых берез. Тяжелыми шапками белого снега покрыты темно-зеленые ветви высоких и маленьких елей. Нет-нет, сорвется такая белая шапка с вершины высокой ели, рассыплется серебристой легкой пылью и долго колышется, освобождая от тяжести снега еловая зеленая ветка. Высокие вершины елей унизаны ожерельем лиловых шишек. С веселым свистом перелетают с ели на ель, качаются на шишках стайки грудастых клестов. Идешь по зимынему тихому лесу и не налюбуешься. Высокие, нежные, недвиженные спят сосны. Синеватые тени их стройных стволов лежат на белых нетронутых сугробах. Тихо в спящем лесу, но чуткое ухо улавливает живые тонкие звуки. Вот где-то застучал и вскрикнул, прилетая с дерева на дерево, пестрый дятел. Серый рыжеватый рябчик шумом сорвался с ветки, скрылся в лесной глубине. Проказница белка теребит у вершины ели спелую шишку, Роняя на снег темные легкие шелнишки, смолистые обгрызанные стерженьки. Бесшумно пролетели у края леса, закричали голубоватые сойки. Невидимой жизнью полнится лес. От дерева к дереву тянутся легкие следы белок, маленькие следочки лесных мышей и птиц. Только очень внимательный человек может наблюдать жизнь зимнего леса. Нужно уметь ходить тихо, слушать и останавливаться. Тогда откроется перед вами вся красота спящего зимнего леса. Хорош лес ранней и поздней весною, когда начинает пробуждаться в нем сокрытая от глаз и ушей бурная жизнь. Тает зимний снег. Над головой видны осыпанные смолистыми почками тонкие ветки берез. Все больше и больше слышится в лесу птичьих голосов. Начинают петь первые прилетные птицы. Такуют в глухих местах глухари. Опавший хвоя усыпан под елями ноздрястый снег. На лесных полянах первые появились проталины. На обнажившихся кочках видны зеленые крепкие листочки брусники. Кое-где на пригреве начинают зацветать ковром, разрастаются подснежники перелески. Пахнет смолистыми почками. Корою деревьев поют дрозды. На вершине высокого дерева, весь в лучах восходящего солнца, воркует дикий голубь. Придет радостный день. Зеленой дымкой покроется опушка березового леса. Кукует кукушки. По утрам перед рассветом слетаются на ток краснобровые красавцы, тетерева косачи. Вечером над вершинами леса тянут хоркая и циркая длинноносые вальчнепы. Крякает над рекой дикие утки. На краю лесного болота, высоко в небе, такует баранчик бекас. Многое можно услышать в пробуждающемся весеннем лесу. Тонко пищат рябчики. Гутукают по ночам невидимые совы. На непроходимом болоте водят весенние хороводы, прилетевшие журавли. Над желтыми золотистыми пуховиками цветущие ивы жужжат пчелы. А в кустах на берегу реки защёлкал звонко запел первый соловей. Кто из вас не побывал знойным летом в прохладном тёмном лесу? Примолкли самые голосистые птицы-певцы. Уже не поют по закройкам леса звонкоголовые соловьи. Идёшь по лесу, хорошенько приглядываясь, нужно уметь находить грибные места. Знать, где какой гриб растёт. Вот под деревьями смешанного леса краснеет шляпка подосиновика. Нагнёшься, срежешь ножиком толстый корешок гриба. Аккуратно положишь находку в корзину. Кое-где попадаются крепкие боровики. Приятно взять в руки холодноватый гриб. Вот с широким хороводом рассеялись на поляне красивые красные мухоморы. В сосновом бару попадаются рыжики. В молодом берёзовом лесу под листьями высокого папоротника густо сидят грибы подберёзовики. На лесных открытых полянах зреет душистая вкусная земляника. В середине лета поспевает лесная малина. А по закройкам болот созревает черника. Краснеют на зелёных ветках ягоды-брусники. Особо красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных клёнов осин. Медленно, кружась в воздухе, падают с берёз пожелтевшие лёгкие листья. От дерева к дереву протянуты тонкие серебристые нити липкой паутины. Тихо в осеннем лесу шелестит под ногами опавшая сухая листва. Кое-где краснеет шляпка позднего подосиновика. Тонко просвистит ряпчик, покличет высоко в небе пролетающие косяком журавли. Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу. Идёшь, бывало, по такому осеннему красками лесу, Музыкальным поэтическим чувством наполняется душа. Бабьим летом называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен и чист осенью воздух, Прозрачна вода в лесных ручьях, Каждый виден на дне камешек. Ещё цветут поздние осенние цветы, Готовятся к отлёту певчие птицы, Нет-нет затрещит в лесу дрозд, Застучит на сухом дереве труженик дятел, Ещё зелёный, роняя спелые желуди, Стоит на краю леса старый развесистый дуб, Но уже оголились вершины берёз. На тёмном фоне сплошного елового леса Отчётливо видны яркие краски осин. Уже облетели, плавают по воде, Лёгкие пожелтевшие листья ив. Хорошо в осеннем цветистом лесу, Долго не хочется из него выходить, Прощаться золотыми осенними днями.